Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Итак, это небольшой план ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 в какое-то специальное поведение того же location, который нельзя перекрыть и так далее. То есть для этого они нам и нужны. Вот. Так вот, DOM API, ему не слишком интересно, что это, HTML, HTML или hotjade. Главное, чтобы был парсер соответствующий, который создавал нужный элемент. И ему особо нет разницы, на каком языке вы им манипулируете. Популярнее всего JavaScript, но если вы прокопаетесь в том же коде Safari для OS X, вы можете вполне все это же проделывать и на Objective-C, и на Swift. Вот. Поэтому, если вы обратите внимание, в стандарте тут у нас не string, а, допустим, DOM string или unsigned long или еще что-то. То есть тут слегка другие типы, так называемые ideal-типы. Опять-таки про них можно тут почитать. И про что вообще, что такое ideal? Это, в принципе, веб-идеал. Это такой domain language, который позволяет описывать интерфейсы, при помощи там определяет свои типы данных, все такое, которое позволяет делать эти интерфейсы, которые он определяет, более interoperable с другими языками программирования, и другими вендорами, их движками, и все такое. Когда-то этого всего не было, и у нас были reverse engineering и всякие браузерные QWERTY. Но сейчас оно все тесно интегрируется с ECMAScript-спецификацией, поэтому у нас нет проблем с хост-объектами и со всем таким. То есть DOM, он в стандарте. Там про атрибуты, про props, imitation, observer, всякие там create element, append child, вот это вот все, а кастомные элементы и далее. Все, что касается именно HTML каких-то штук, то есть каких-то свойств на input, на select, какие event именно они эмитят, это, в принципе, у нас в HTML-спеке. И ее некорректно, вот эти вот все API некорректно называют BOM, такого понятия нет, рекомендую его не использовать. Все, что у нас есть в браузере, оно разбросано по огромным количествам стандартов, то есть начиная от тех, которые на парочку страничек, тот же local storage, до DOM-спека, допустим. То есть в DOM-спеке, на самом деле, тоже немного всего. Там event-модели, интерфейс вроде node и element, а HTML-спека, она уже define it, HTML-element и штуки, которые специфик к HTML. То есть вот эти вот, они друг друга очень хорошо дополняют, но в то же время они decoupled. Насколько это возможно? То есть эти все штуки очень хорошо спроектированы и делаются чуваками там из Mozilla, из Google. Наверное, о чем стоит сначала рассказать, это про наследование. То есть у нас, в принципе, в доме есть корневой класс, скажем так, это event target. Там у нас есть, в принципе, три метода. Это add event listener, remove и dispatch event. И вот тут уже начинается интересно, потому что это не кросс-браузер. К сожалению, event target тот же, он не за define в веб-китах. То есть в Safari. Да, в блинках там все хорошо. Dispatch event. Возможно, вы с этими всеми штуками уже работали, если писали именно ванилу. В принципе, есть абстракции вроде того же jQuery, которые позволяют, допустим, брать все eventы, там всякие namespace, event и так далее. Но мы рассмотрим новые additionы в event listener, которые тоже очень-очень хороши. Итак, вот если мы возьмем какой-то элемент, который... Да, сделаем document create element select. Его proto будет html.select.element. Да, его proto будет html.element. Да, его proto будет element. Его proto будет node. А там уже будет тот же event target. Да, и он уже здесь будет, object уже. То есть, опять-таки, здесь везде dot prototype, просто это конструкторы, как бы. Да, они, конечно, бросают на вызов с нее, но они как бы конструкторами считаются. Вот. Казалось бы, да, они не слишком большая цепочка. Сейчас мы поговорим про event orbit, немножко про ивенты и про ивент модель, а потом про методы в node element и так далее. Смотрите. У нас, помните, да, element listener, оно у нас для ивентов, и оно умеет тип, да, какой-то строка, да, объект типа handler callback, да, и опции. Тип это, так, мы говорили, строка, вроде их там, click, animation end и так далее. Некоторые из них префикснуты, да, но, опять-таки, это не ваш код должен хендить. И так далее, да. Тут input, input уже перенавали, к сожалению, в edit, но только. И объект. Там либо может быть объект, у которого есть handle event method, куда будут передаваться event и тип. Либо это будет функция, куда будет передаваться event. Опять-таки, раньше event не передавался, он был глобальным, но сейчас еще, наверное, с IE9 это все починили, да, и все довольно конформен. Сейчас я на гуглю proghandle event. CSS Ninja, по-моему, там так назывался сайт. Тут просто были примеры. Да, то есть такое. В handle event также передается event, и вы можете, видите, свитчить по типу и что-то делать. И с IE9 у него будет этот объект, который у нас передается в event listener. Вот, опять-таки, не знаю, насколько это полезно, если писать вручную, но для фреймворков это точно полезно. Поэтому, чтобы вы знали, там может быть не только функция. Если функция, то она вызывается в контексте текущего элемента, по которому, который сейчас, как бы, который сейчас current target. Мы про bubbling caption чуть позже поговорим. А сейчас у нас есть у event listener еще options. Во многих сейчас ресурсах, да, вы можете встретить там не options, а capture, да, boolean. Но сейчас, да, это уже options. Там может быть, да, либо capture, да, да, true, false, capture, да, либо что-то еще, либо passive, либо once. Это довольно новые штуки, к тому же once примерно месяца два, с тех пор, как он появился в whatwg стандарте. Passive, ну, наверное, месяца 4-5. Они все сейчас имплементятся, по крайней мере, canary. Вот. Смотрите, что оно делает, да. Про capture, про capture. Давайте про bubbling versus capturing. Bubbling versus capturing. Смотрите, если у нас есть какой-то элемент, да, скажем, у нас main, в нем, не знаю, section, в нем там header, в нем там button. Если происходит клик на button, то создается ивент на уровне document, скажем так, и он идет по всем элементам до button, HTML, тут body, все вот это вот, и смотрит, а нету ли там listener. Но когда он идет сверху вниз, то он смотрит на, есть ли там listener, который capture true. Если есть, то он его, то он его выполняет. И если там event, на event вызывается stop propagation, или stop immediate propagation, он дальше не идет. А так, да, он идет сначала в HTML, потом в body, в main, и смотрит, есть ли там listener на такой тип. Если есть, то он туда заходит. То есть создался ивент, да, скажем, new event. У каждого ивента есть фейс. Сейчас я покажу, как это в стандарте выглядит. Event. Events. Интерфейс. Event. Видите, как можно быстро найти. И у них есть фаза, да, event phase. Тут у него будет сейчас none, то есть 0. Он сюда пойдет, у него будет единица. А так можно отличить. Это мы сейчас на bubbling phase, или на capturing. И когда он дойдет до баттона, да, у него здесь будет event phase 2. Это target. А потом, если ивент всплывает, то есть та спецификация, которая define event, может указать, он всплывает или нет. По умолчанию, если вы вот так создаете ивент, он не будет всплывать. Давайте. Bubbles. Дальше он будет идти вверх. Вот, под дом дерева. Опять-таки, stop propagation, stop immediate propagation позволит отменить подобное повеление. И здесь будет event phase 3. Потом будет опять здесь none. То есть, такое вот. event target здесь будет в баттон стоять всегда. Current target будет в this. Но, в принципе, оно вам не нужно. Можно посмотреть на path event, по каким он нодам пошел. Зачем это может быть нужно, если в каком-то листере какие-то ноды убираются? Опять-таки, тоже очень-очень редкий кейс. Вот. Итак, разница prevent default на stop propagation и stop immediate propagation. Это все методы, да, на event prototype. Сами ивенты, они, скажем, объект фризнутые, да, поэтому вы там ничего на них не меняете. Вот. У ивента всегда есть тип строка, да, который вот тут. И этот тип, он не всегда соответствует конструктору, да. То есть, я могу сделать new event click, я могу сделать new mouse event click. А, конечно, мне нужен mouse event, он тогда пишет всякие дефолтные, да, там, x, y, все такое. Вообще, чем еще jQuery неплох, он позволяет не думать о том, что вот у меня есть какой-то популярный ивент, и что мне нужно для него писать new mouse event click, да, он сам их мэтчит. Вот. Опять-таки, это тоже неплохо. Если вы пишете на vanilla JS bomb, так или иначе вы придете к тому, что у вас будет собственно какая-то helper функция, которая будет это делать, потому что ну, так писать не слишком прикольно. Итак, у некоторых ивентов есть дефолт поведение. Допустим, когда вы кликаете на, делаете submit, допустим, у вас есть кнопочка, которая субмитит форму, и она внутри формы, или у нее указано да, форм равно ядишню форму, то она будет имитить event submit. То есть там сначала произойдет mouse down, потом mouse up, потом click, а потом submit. То есть ивентов довольно много. И, к сожалению, нету вот такого сборника, который вот все популярные, да, собирает и указывает, кто в каком браузере работает. То есть есть там у Mozilla что-то, но этому верить особо неся. Так вот, у ивента есть дефолтное поведение. Допустим, клик, который будет по ссылке, если он всплывет до document и дальше некоторые до Windows всплывают, обычно я рекомендую на Windows ничего не слушать, кроме resize и scroll ставки на document. Раньше они не всплывали, раньше такого в стандарте не было, сейчас уже добавили. Но опять-таки это для compatibility reasons. Ну, все же пофиг. Единственный способ отменить дефолтное поведение, перейти, допустим, на другую страницу, или заметить форму, или зарезетить форму, или сделать что-то еще, проскролить что-то и так далее, это prevent default. То есть return true, return false, вот это вот все, это оставьте в jQuery. Здесь даже если посмотрите на React, они тоже отказались от return false, то есть там должно эксплицитно вызываться prevent default. Такое вот, оно отменяет дефолтный action. То есть если на каком-то хедере будет стоять listeners prevent default, и на секшене будет тоже ставить listener, все равно этот выполнится, callback, даже если здесь будет prevent default. То есть это исключительно отменяем какое-то дефолтное поведение. Остальные listeners тоже пополняются. Для этого нужен stop propagation, чтобы остальные, которые выше во время баблинга или ниже под дом дерева во время capturing, чтобы они не выполнялись, это stop propagation. То есть отменить дефолтный action, и чтобы не выполнялись listeners на следующих элементах, это stop propagation. То есть нужно вызвать два метода. Stop immediate propagation, это чтобы не выполнялись listeners даже на этом элементе следующем. То есть они выполняются по ордеру их определения, по порядку их определениям. Вот. Это, в принципе, там был bubbling, capturing. Если есть какие-то вопросы, вы в них в принципе можете оставить. Такое вот. То есть capture, зачем flag, мы определились. Раньше в IE не было bubbling, не было capturing, да, у IE была как бы модель с capturing, а у V3C была модель с bubbling. Вот. И чтобы ничего не сломалось, да, а также чтобы было больше всяких возможностей у нас перехватить какие-то ивенты, которые не всплывают, у нас есть capturing. Итак, когда же его use кейсы? Ну, если вы делаете, наверное, какой-то шим и таргетите ивенты, которые не всплывают, вам нужен capture true. Я, допустим, писал the current script, да, document current script, можно в принципе у меня на GitHub найти. Он возвращает текущий скрипт элемент, который выполняется. И для этого мне нужно было смотреть на load ивенты, а они не баблятся, да, поэтому мне нужен был capture true. Вот, в принципе, я это так сделал, в интернете есть гораздо более уродливые и неработающие шимы, но capture true очень помог. Или когда у вас есть, допустим, да, вот, вот, как стал скину, всякие ms animation and, да, или там webkit animation and, или как он там еще записан, там нужно тоже их handling, но вы префиксы ставить не хотите, да, потому что это вообще не круто. будет какая-то софтина, которая будет на capture их всех отслеживать и делать им stop immediate propagation и отправлять правильные ивенты, да, то есть, к сожалению, большинство липа анимаций они так не делают, у них там цикл с префиксами, специальный кейс для ms, да, даже в туториале реактора, черт возьми, там такая же фигня, пожалуйста, не ставьте префиксы. Да, для большинства браузеров они уже не нужны, а для тех, кого вы нужны, вы их саппортите, напишите простой скрипт, который будет просто перебрасывать нужные ивенты. Вот, еще там была штука, я репортил баг в WebKit, в Blink, наверное, был ивент на активную вкладку, и он не всплывал, да, visibility hidden он назывался, насколько я помню. там, visibility hidden, я как-то неправильно написал слово. Вот, и он в хроме не всплывал, то есть, как это можно фиксить, если таки нужно, чтобы он всплывал, а зачастую нужно, чтобы он всплывал до Windows, да, просто ставьте capture true и перебрасывайте. Опять-таки, не думайте, что вы сэкономите по перформансу, если у вас есть только один ивент, если вы поставите сначала на capture true, если вы поставите там true, это не значит, что быстрее отработает листок, ни в коем случае, да, но вот когда есть несколько ивентов, это вот значит, что он отработает определенно первым. То есть, опять-таки, на capture true для каких-то довольно редких юзкейсов. теперь passive, да, оно уже и работает в Canary, да, его даже неплохо пиарили, к сожалению, к сожалению, adaptation rate его не такой классный. У некоторых ивентов, их дефолтные экшены, допустим, у того же wheel ивента, они довольно, скажем, заметны. То есть, если вы делаете какую-то анимацию на скрол, вы юзаете wheel event и было бы неплохо сообщить браузеру, что ваш ивент не сделает prevent default. И вообще все 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 лиснеры на этот ивент не будут делать prevent default. для этого у нас есть passive flag, который позволяет сказать браузеру, что, мол, чувак, здесь дефолта не будет, поэтому можешь выполнять UI, какой-то экшен, допустим, изменить позицию скролла, параллельно с выполнением кода. Изначально, когда проектируется хром, blink, вертит, вот эти вот все дела, они довольно много уделяли внимания плавному скроллу. Неудивительно почему, Apple, все дела, и поэтому плавнее, чем у blink, особенно с этой фикшой, просто скролла быть не может. Надеюсь, и в Firefox всегда тоже скоро это заимплеметится. По-моему, они даже уже за флагом это сделали. Passive event listeners, так называемые. Это не только will event, это еще и touch event, и все вот это. Такие дела. То есть браузер, он не может по статическому анализу кода точно сказать, что будет сделано с этим ивентом. А что если этот ивент будет, не знаю, передан в какую-то функцию и все такое. Поэтому вот этот вот passive true, passive false, было бы неплохо, если бы он пришел во все фреймворки. То есть там пытались сделать имплементацию с эмбером, да, но чуваку так вечно сказали, мол, ну да, pull request welcome. Короче, это не так просто заимплементить именно с точки зрения API, и чтобы все это взяли и заюзали. То есть у нас уже в вебе идет лет пять просветление, что не нужно анимировать left и right и виз и вот это вот все, все равно мало до кого доходит. Когда это придет, я даже боюсь предполагать, но просто чтобы вы знали. И once он тоже, он тоже, не знаю, довольно много на него use-кейсов, когда вам нужно поставить event listener на один раз, не обязательно для этого писать helper, можно просто передать once true. смотрите, еще такое, чтобы remove event listener прошел, нужно туда тоже передать callback и с такими же passive, и с такими же вот тут я засомневался, да, event listener options. Нужно передать ему с таким же capture, да, на остальные пофиг, когда-то passive был вот тут, да, то есть, чтобы убрать event listener, нужно было еще передать ему правильный passive, они сравниваются как deep-equal, то есть, один и тот же объект передавать не нужно, но нужно, чтобы там совпадал capture, и после, изначально там должен был еще и passive совпадать, но после определенного discussion, это, слава богу, оттуда убрали. Опять-таки, не все полифилы подтянулись, ну как, не все их один, но все равно. Итак, пока, в принципе, у вас, если есть вопросы, вы мне можете их писать, или, или что-то еще писать, там, то есть, это был addEventListener. Вот. То есть, такой вот. Так, на EventArget у нас есть dispatchEvent, он возвращает Boolean, если, если, в зависимости от того, был ли там он запревентен, да, или нет. редко нужно, но все же. Вот. Теперь, 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 давайте поговорим про, про Node. То есть, тут его можно найти, Interface Node. У него есть, NodeList, это не то, у него есть парочку интересных свойств. Смотрите, у каждой ноды есть тип. NodePrototype. NodeType. Это, в зависимости, от, опять-таки, возвращает тип, и возвращает его как константу. Вот, в принципе, с ним вы можете ознакомиться, да, то есть, самые популярные это 1, 3 и 11. Рекомендую их сравнивать вот так, да, сам Node, именно по константе, да, то есть, чтобы не помнить, равно Node, а, допустим, Element, Element Node, или что-то еще. Вот, NodeName, он тоже зависит от NodeType, что-то у нас еще, из популярного, да, есть contains. Он возвращает true, если, вот, этот child, да, contains of same Node, просто, чтобы не делать includes, да, на массиве или еще что-то, да, рекомендую юзать его, и более того, он вернет true, если, если будет проверка на само у себя, да, так я назову, inclusive descendant, да, вот, еще, да, у нас есть normalize, который join не текстовые ноды, опять-таки, если будете делать какой-то фрейворк, это будет полезно, да, а в остальных случаях особо нет, ну, и, 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 ну, тут, 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 ничего интересного, на текстовой ноде, возможно, что-то будет, да, еще, и у него есть, как бы, четыре стандартных метода для работы, именно для перемещения нод, это append child, move child, insert before, и replace child, тут частенько путают их сигнаторы, да, insert before, то, что будет before, и, и перед чем, replace child, это, я забыл, по-моему, сначала старая, потом новая, ну, и их сигнатуры, как бы, да, не очень полезная, да, короче, сначала, новая, опять-таки, видите, вот, вот этот вот знак вопроса, это значит, что insert before, это необязательно, необязательный параметр, если вы взяли insert before null, то он сделает append child, вот, тоже, это прикольно знать, чтобы не писать лишних впечатлений, ну, то есть, replace child, он заменяет, вот, сначала идет, да, тут вот так, сначала идет новая, а потом старая, эти методы также возвращают, да, определенные, определенные штуки, то есть, replace child, он возвращает старую, да, вот эту вот, insert before, и remove child, append child, да, они, допустим, возвращают this, и все такое, remove child возвращает тот, что убрали, короче, у комьюнити были проблемы с тем, чтобы это все запомнить, да, то есть, что там, что возвращается, поэтому, не так давно, нам впилили более сахарный API, да, для работы с нодами, да, теперь у нас есть, before, replace with, remove, они так же, так же, так же, append и prepend, они слегка по-другому работают, на этот, то, что вкладывают в понятие дом 4, да, в принципе, дом 4, это все, что появлялось примерно вот после ие 9, и дальше, это вот часть том 4, на самом деле, у нас уже нет версионирования давно, в принципе, веб его победил, да, то есть, все интерфейсы, которые проектируются, они полностью backwards compatible, кроме того, они не только совместимы с предыдущими версиями стандарта, но еще они совместимы со всеми браузерными квирками, и со всем хламом, который разработчики очередных убийц jQuery поставили на NodePrototype и так далее, да, то есть, единственный нормальный способ их расширять сейчас, это символы, да, то есть, такое. Смотрите, вот эти вот все штуки, они, да, вот, remove, он аргументов не принимает, вот, replace with, а здесь нода, да, здесь нода, и тут ноды, что-нибудь так написано, они все варарги, да, по большей части, если я вот напишу, да, l, after, и добавлю тут, hello world, он это обернет в текстовую ноду, и только тогда сделает, да, insert before, l, next sibling, вот это вот все, да, то есть, и тут могут быть много нод, то есть, либо строка, либо ноды, да, и они все возвращают undefined, вот, сейчас я, афк, на секунду кто-то звонит, да, вы пока, вы пока подумайте, афк, вот, когда я вам тяну, там, да, афк, на секунду, да, сэк, что это, да, да, Итак, смотрите, это шипнулось уже, наверное, в 51-м, да, в хроме. А для всего остального есть Polyfill, Стас, возможно, вам скинет на него ссылку. Мы собрались с его, там, рефактор и все такое, поэтому когда-то оно точно будет сделано. Потому что текущие решения сейчас, это у, где Амарши, да, есть, дом 4, Polyfill, вот, там не все так радужно, как хотелось бы, да, и вы, в принципе, зацените исходный код, и, пожалуйста, никогда так не пишите. Да, вот как-то так. Окей. То есть про эти методы, в принципе, можете глянуть в стандарте. Они, наверное, перетерпели небольших изменений, да, что раньше у нас был тот же after, before, просто ноды вставлялись после элемента, а теперь он ищет, смотрит на следующие сиблинги, и если там какой-то из этих элементов, он их пропускает. Да, то есть тут с точки зрения перформации все основы, в принципе, все захендлено. Вот. Такой вот сахарок. Еще такое, да, про термины, про что я говорю, сиблинки, да или нет, у нас есть children, это считается вот прямо первый уровень descendant, да, то есть есть какая-то нода, и у нее есть прямые children. А descendant – это children и children, и все такое, descendant. Вот. А элементы, которые являются children, это одно и то же элемента, да, одно и то же parent, это сиблин, да, то есть типичная терминология. Итак, еще на самом node, prototype, у нас есть и child nodes, да, и children. То есть children – это всего лишь фильтр, что node type – это элемент. Смотрите, оно не совсем кроссбраузерно, оно не будет работать, в принципе, без шима на фрагментах. Или еще где-то. Вот. Поэтому вот так брать и юзать то, что у нас в WG-стандарте не получится. И, к сожалению, мало кто это хендли, да, в том же шиме Geomarch, это все не сделано. Поэтому осторожней с этим. Вот. Также у нас есть на first element child, на last element child геттеры, да, для подобных дел, на next element sibling и так далее. Но это все старые штуки, да, новые есть closest images. В принципе, images, он работает, работает примерно везде, да, только где-то он за префиксами, поэтому его даже шима не нужна. Closest, он отлично выражается через images буквально в четыре строки. Да, то есть images, он проверяет, опять-таки, является ли переданный тут select подходящим для элемента. Ну, то есть document body image, не знаю, body, да, будет ок. Также есть closest, который тоже принимает selector, и он идет по dot parent element, чтобы не вызвать match, допустим, на документе или на фрагменте, где его нет, он делает как бы то же самое. Зачем он нужен? Когда мы, допустим, handling click на каком-то элементе, и у нас как бы такая структура, что у нас есть ашка, да, это хлеб куда-то, и тут есть какая-то оберточка, потому что у нас верстальчик не умеет без них, и тут есть какой-то текст. И если будет сюда куда-то клик, то мы event-таргетом получим div, и зачастую это нежелательно. Ну, то есть вот, поэтому images, closest тоже, the query-like штуки, которые у нас есть. Итак, атрибуты против idl-spoys. Леш, прости, а ты про фрагмент сегодня не планировал рассказывать? Ну, теперь планировал, да. Я думаю, будет полезно. Окей. Да, еще у нас будет про фрагмент. Итак, атрибуты versus idl-prop. Допустим, разница между option set attribute, допустим, selected, и option selected true. Если мы посмотрим на вот VG-шную спеку по HTML и откроем там дефиницию какого-то элемента вроде, не знаю, тот же, дайте что-то попроще. A-element, A-element, да, и у него, скажем, F, он у него есть как контентный атрибут, да, а есть как и ideal атрибут, да. То есть вот это называется пропами, да, то есть то, которое у нас из JavaScript вот так через точку мы пишем, где у нас там есть getter, setter, а это называется именно контентный атрибут. То есть когда мы пишем React, да, мы пишем вот эти. Они отличаются тем, что они зачастую, зачастую они дефинят текущее состояние, а контентный атрибут дефинят изначально, да. Вот как в случае, видите, у нас есть DOM, это ideal, да, и видите, написано, что он должен рефлексить значение того атрибута. То есть для большинства атрибутов слэш-пропсов это одно и то же, да. Но для некоторых, вроде select, да, это разные вещи. То есть selected option, который в HTML мы указываем, он, это именно изначальное значение, да, а вот select, это текущее. Вот есть там тоже сложности, допустим, в том же input с value, да, является ли контентный атрибут текущим или изначальным значением, зависит от того буквально, тыкал ли юзер этот input или нет, вводил вот это что-то или нет. Вот, это коротко. Вот, поэтому с этим иногда есть шоки, сложности небольшие, но в принципе, извините, что еще раз упоминаю, реактор их решает, да, если у нас есть на input тот же checked, и мы там вешаем сразу же onChange, да, то тот checked, он, да, он как бы react-to-hand. Вот, а если мы не вставим checked и не вешаем onChange, да, то мы получаем ворнинг. Такое вот. Жалко, что не все ивенты поддерживают, да, и оборачивают их в какие-то тупые врайперы, которые никому не нужны, но... Итак, innerHTML, authorHTML, это то, что придумали чуваки из Майкрософта, вот. Вот, даже innerHTML придумали они, а authorHTML вообще не знаю, зачем нужен. Просто раньше это не стандартизированная была штука, просто сейчас они стараются стандарт для этого выпустить. В принципе, оно кроссбраздено и все такое. О чем я хотел предупредить? Вот l innerHTML плюс равно так не писать. Желательно никогда. Здесь вы будете заменять элементы на такие же и вызывать у них callback, если, допустим, кастомные элементы или что-то еще делать. Если у вас остались референсы на них в доме, и вы сделаете innerHTML плюс равно, эти референсы будут референсить на элементы, которые уже не в доме и так далее. Вот с authorHTML такая же штука. Если вы элементы поставите какой-то authorHTML, да, то есть, смотрите, у нас с дивка, допустим, и у нее смесь контент. Да, вот ее innerHTML, так это будет... Team23, а вот ее author, это будет уже вместе с див. Если вы пишите какой-то virtual дом на коленке, может, это понадобится, а может, нет. Если вы в authorHTML что-то присваиваете, элемент, он как бы вынимается из дома, остается только у вас доступен как по переменной, да, и... То есть, вы не можете так взять и поменять элемент, потому что... Потому что это было бы сложно заимплементить, да, там нужно поменять, сделать set pro type of, эти aria-атрибуты, обновить все вот это. Поэтому... Просто знайте, что если у вас есть innerHTML, authorHTML, возможно, теоретически у вас может быть участие памяти, если вы за ним не следили. Ну... Такое вот... В принципе, почитайте insertd.se, точнее, ML, у него довольно кривой синтаксис, да, и плохое API, но все же он лучше. Надо постепенно insert. HTML. И тут что и куда. Да, то есть... Тут в стандарте описаны... Отписаны еще. Insert JSON. JSON. Text. HTML тут нет. Он где-то в HTML стандарте. И кем-то, наверное, сразу не найду. Такого вот. Да, то есть синтаксис у него такой же, да, сначала что, а потом куда. И тут вы можете, в принципе, узнать про всякие deprecated штуки и все такое. Короче, да, вот на этот индекс рекомендую просто глянуть. Если вы знаете процентов 60, что каждый из этих штук делает, да, вы молодец. А нет, рекомендую, да, опять-таки, почитать. Далее. Далее. А, короче, предпочитать insert adjacent HTML. Про это мы поговорим. Class list. Чтобы не оперировать с class name напрямую, рекомендуется использовать class list, потому что у нас могут быть всякие, не знаю, у пользователя add-блоки и так далее, которые могут добавлять какие-то классы, атрибуты, все такое. То есть вот так переприсывать class name, ну, не знаю, не всегда вариант. Да, поэтому у нас есть class list. И к нему тут есть интерфейс DOM token list. И тут все необходимые нам методы. Проверить контейнт, там, добавить, ударить, все вот это вот. Да, support особо не нужен. Более того, вы можете, чтобы абсолютно не использовать class name, просто вот в class list что-то присвоить. Но это опять-таки не кросс-брагаусы. Да. Такое вот. Опять, заметьте, да, здесь очень похоже на set, да, но названы методы немножко по-другому. Да, то есть не delete, как хотелось бы, а не has, как хотелось бы, да, немножко другого. Ну, что делать? Смотрите, большинство из этих структур, да, те же node-листы, да, HTML-коллекшены, вот эти вот node, token-list, атрибьюции, да, dot-attributes и другие, они являются iterable, а у них есть итератор. И мы можем ходить по ним for-off'ом и всем таким, да, что, в принципе, очень-очень удобно. Еще такая разница между node-лист и HTML-коллекшен. Вот этот вот баян, я, наверное, еще раз про него скажу. То есть, когда вы делаете document.pariselector.all, да, вы получаете node-list. Оно у вас выглядит как array в консоли, да, но это именно node-list. У него нет array-ных методов, да, то есть он не instance of array, да, instance of array, да, вот это вот все. Помните, да, что похоже на сайт, в процессе там все дела. Поэтому вы либо делаете array from, либо делаете какую-то такую штуку, на document. Это вот это вот все. Они хотели когда-то такое сделать, но благодаря гмейлу и другим большим написанным с говнокодным приложением такое им не удалось. Смотрите, касательно живых против, да, неживых коллекций. Они к этому никак не причастны, да, то есть по дефолту коллекция живая, но тот же querySelector.all, он возвращает именно static collection. Эти частные интерфейсы, они в том же веб-ките, там, где должен быть, не знаю, тот же node list, там, допустим, еще и collection, или наоборот. Поэтому не полагайтесь на то, что collection будет себя вести именно как collection. Чем они отличаются? Когда коллекция создается, да, у нее стоит там прокся, да, давайте я это выражу на JavaScript, раз мы изучили прокси и все такое. Да, то есть тут у нас какая-то коллекция. Тут у нас getTrap. Почему className у нас не в attributes? Ну, смотри, в attributes у нас, типа, все атрибуты, да, но зачастую нам очень-очень редко нужны все. Да, нам нужен какой-то, и для быстрого access, да, мы не ищем внутри attributes такое, и мы не делаем set attribute, и мы им напишем через точку, да, потому что зачастую мы хотим работать не только со строками. Да, поэтому те моменты, когда вам нужны именно все атрибуты, и при этом вы не пишете свой virtual DOM, они очень-очень редки. Вот. Вообще attributes, там была с ними история, вообще-то сначала их сделали нодами, а потом, ну, атрибуты это не ноды, давайте сделаем их не нодами. Окей, поменяли все, а теперь обратно сделали нодами, чтобы они были instance of nodes. раньше еще был äther, да, äther, нод и все вот это. Да, но опять-таки сейчас старайтесь писать через точку, да. Если вас утомляет в реакте писать class name равно, да, пожалуйста, сделайте setter, потому что html4 и class name, они так и назвали вместо class name, действительно потому, что когда-то data в java script here, да, это было синтексической ошибкой, потому что E8. И реакции, конечно, будут так писать, потому что до недавнего времени оно поддерживало E8. Потому что опять, не помните, что Facebook, что такое, для них E8 это катастрофически большой был на full point. Да, прости, что у тебя микрофон в англох. У меня микрофон? Да, сейчас все ок. Все ок, уже. Окей. Короче, да, просто поставьте сайт тогда на html4 и все будет хорошо. Плохо слышно, да? Уже хорошо слышно. Это у них задержка секунд 20 просто на трансляции. Окей. Так вот, html collection. Да. GetTrap. Если это ключ у нас, скажем, не индекс, а, то есть вот тут ключ, мы его, ну пусть у нас будет какой-то индекс. Если это не индекс, то он, давайте, например, если у нас индекс, то он возвращает call. Окей. Помните, да, что такое индексы? В принципе, если сводятся к строке и выглядят ровно так же, да, то есть что будет делать из индекса? Он сводит ключ к строке, да, причем, не-нет, он сводит его к числу, к unit32 и сравнивается строкой. Да, сводит к unit32, потом сводит к строке, а потом сравнивается с изначальным. Ну, короче, такое. То есть тут у нас хендлится там access and glance, да, и все такое-то тут либо, окей, а тут, а тут, он будет идти по элементу лекций. Если name будет равен ключу, либо id будет равен ключу, то он его вернет. А иначе да, это будет return define. В принципе, вот так можно выразить то, как работают коллекции. Точка что-то и можно получить первый элемент, у которого такой name или edit. Кстати, он сначала сравнивает идтишки. Ну, в принципе, без разницы. Вот. Старайтесь не юзать эту функциональность, ну, как вообще старайтесь не юзать, а вообще лучше написать это руками, да, или там, в крайнем случае, jQuery, чем полагаться на это поведение. Потому что у вас может быть в каком-то Internet Explorer какой-то шим для какой-то из коллекций, где автор шима это делать не стал. Не потому, что он идиот, да, а из соображений, не знаю, перформанса и всего такого. Если у вас живая коллекция, да, то представьте, что нужно хендлить обновление, следить за обновлением айдишек и неймов у каждого элемента этой коллекции. Более того, это не слишком прикольно с точки зрения даже движков. Да, то есть там давно-давно в движках есть уже эти прокси, а теперь они только в JavaScript и заэкспоузены. И эти прокси нужны были только для того, чтобы похендлить все вот эти вот кейсы дома API. Такое вот. Да, то есть не юзайте. Живые статические коллекции. Живые. У нас всякие get elements by тегнейм. да, зачем-то вам если понадобится, да, допустим, все кастомные элементы такого-то тега, да, получить их. А это будет живая коллекция. Вот. И каждый раз, когда возьмете ее lens, да, или какой-то из ее элементов, она будет делать, грубо говоря, lookup. или она будет обнуляться, опять-таки, это зависит от браузера. Такое вот. Ладно, давайте, наверное, сделаем перерыв, да, минут на восемь, и будем говорить про document fragment. Да. А пока можете оставлять вопросы, пока я буду где-то шастать. И до встречи через восемь минут. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Так вот, давайте, наверное, про фрагменты. И когда-то давно у нас в принципе были довольно серьезные performance penalty, когда мы вставляли элементы по одному. То есть у нас есть какой-то цикл из 10 тысяч итераций, там мы создаем элементы, добавляем в дом. Чтобы вставлять их как бы балком, нужны фрагменты. То есть когда-то раньше мы писали document create, document fragment. Туда мы аппендели. Там раз что-то. А потом мы аппендели сам фрагмент, и вместо него добавлялись туда ноды. Сейчас, кстати, можно писать new document fragment. Опять-таки с полифилом. В принципе, фрагменты редко делаются вручную. Сейчас для таких случаев у нас есть. А тот же React, все такое. Но просто, чтобы вы знали, есть фрагменты, они классные. У них нет, разумеется, inner HTML. То есть они поддерживают только определенный субсет. Вот этих вот append, prepend и так далее. То есть такое вот. В принципе, если в том же стандарте посмотреть, тут не все так радужно с точки зрения читаемости. То есть у нас есть, скажем, document fragment. У него ничего нет. И все, что... Все эти методы, которые у него есть, они сделаны миксинами. Сейчас я покажу. Миксины, они вот, допустим, parent node. И parent node, да, он... Многие штуки вроде document, document fragment element его имплементят. Поэтому у нас есть, допустим, document query selector. На самом документе оно не задефайено. Зачем вообще встроенный виртуальный... Ну, скорее, это контейнер для нескольких, не знаю, элементов. Да, нескольких node, да, опять-таки, фрагменты, могут быть не только элементы. Ну, что-то такое, да. Так вот, учите, да, что не все вот эти вот методы работают на всех этих, которые имплементят, да, опять-таки, без polyfill. Это касательно не кросс-браузерности, да, дома. Опять-таки, редко вы будете вызывать что-либо на документы или на document fragment такое, да, но на элементах, в принципе, все есть. Но это еще не все, да. У нас есть всякие миксины вроде non-document type child node. Из-за какого-то там jQuery, раньше тут прям было так и написано, но тут web compatibility, да. На доктайпе определенные getter и setter не работали, да. То есть, если их там оставили, то это привело к тому, что упадет jQuery, упадет пару сайтов. Ну, как пару, много. Поэтому мы их вот так разнесли на миксины, вот, на, допустим, child node, child node.org, да. И нам не слишком прикольно от этого стало читать стандарт. Еще есть штука, что document getElementById, он не работает на элементе, да, поэтому у нас есть document и documentFragment его имплементят, да, но не элемент. Иначе его можно было бы обсоединить вместе с другим миксином, который parent node. Ну, то есть, такое вот, просто знаете, что это из-за jQuery, и можете всегда передать авторам в высшем стах спасибо за то, что тут вот VG напрягаются. То есть, это были фрагменты, да, они для перформанса. Еще, как мы можем получить фрагмент? Помните, у нас есть template-элемент? У него есть контент, у нас свойство, которое возвращает фрагмент из того, что есть там. Если вы пишете веб-компоненты, да, это, как бы, очень-очень популярный эпитус. Вы делаете контент и clone node true. Если вы используете template именно как какой-то шаблон чего-то там, что вы много раз будете insert. Clone node, да, он true, да, он просто их клонирует вместе с флагом deep true. Да, то есть, саму ноду, да, сам фрагмент, который клонируется, и все элементы ноды там, да, он клонирует. Вот, поэтому с template-элементом вы будете юзать эти фрагменты. Вот. С лист мы поговорили, да, теперь dataset. Тоже не слишком популярный API, но оно прикольное. Тем, что позволяет чуть меньше писать get-attribute и все вот это. Да, то есть, помните, у нас есть data-атрибуты? В том же knockout'е они часто встречаются. Angular можно писать с ними, если вы беспокоитесь о каком-то там compatibility, да, со стандартами, чтобы у вас было все корректно. В принципе, React, он выдаст вам ошибку, если вы поставите какой-то атрибут, который там быть не должен, потому что React, он должен знать, что вот этот вот буляновый атрибут, а это нет. Вот. И почему React такой большой? Ну, потому что он знает про много атрибутов, и это требует много кода. Ну, в том числе. Я не разбирался так глубоко, но просто. Вот. Вместо того, чтобы писать l get-attribute data-funcing, вы можете писать l get-attribute data-set. Казалось бы, да, какая-то фигня, но когда у вас несколько атрибутов, да, вы можете use the structuring, и это будет гораздо прикольнее выглядеть. Он препендит этот префикс, да, и он конвертит из camel-кейса в dash-кейс. И также он умеет set-ать и delete-ать. Ну, то есть, можно запросто написать delete data-set. Он ударит, сделает remove-attribute data-minus-id. Да, то есть, это отличный кейс, как можно тот же датасет зафигарить как в прокси. Потому что внутри он использует примерно-примерно те же штуки, что и в прокси. То есть, внутри, я имею в виду, на уровне V8. То есть, не в прокси. А тут, пусть будет пустой объект, да. То есть, тут get-it. Нам не нужно ключ. И он возвращает l get-atribute. Это минус плюс rise 3. куда сетается. Значение. Он делает return l set-attribute и так далее. Да, то же самое. Вот. Надо дешевать и передает то же самое с трепами на has на delete property. Он тоже вызывает соответствующие методы. Грубо говоря, да. Это почему у нас нету стопроцентных имплементаций в том же JS-дом дома, да. Потому что там нужен был прокси, его не хотели ставить по причине того, что дебагать такое сложно. Раньше было, потому что в ноде там старая прокси API, оно приводило к недебагуемому коду. Но, в принципе, с шестой нодой, возможно, мы увидим тот же датасет у нас в JS-дом. А JS-дом это единственный true способ тестить JavaScript. Клиентский. Итак, в принципе, это был датасет. Я надеюсь понятненько, как оно работает. То есть, зачем нам нужны еще раз даты атрибута, чтобы хранить что-то там JS-специфик, не в классах, а именно там какие-то еще свойства и так далее. Еще у нас раньше был query query of в стандарте. То есть, вместо того, чтобы писать query of selector, можно написать document. А, и тут какой-то selector. Вы получите elements, да, какой-то объект, который из sports code elements. Elements, он не заэкспозен, поэтому это написано код. И этот elements, он extended array. Сейчас это убрали, ну, как сейчас, я думаю, где-то в марте, потому что на уровне ideal спецификаций им сложно очень выразить этот extends. поэтому оно скоро будет добавлено опять. Но у него есть query, да, тоже метод, и query all. То есть, можно делать chain. Вы здесь заквалили какой-то selector a, даже все элементы, query all, да, query all, он возвращает elements, query, он возвращает имена, элемент, и тут можете дальше что-то с ними сделать, там, map это array, поэтому у нас все нормальные методы, к сожалению, с jQuery, да, там нету всяких там стандартных array методов, там есть свои, которые передают this, а нам this не нужен, и поэтому нам в jQuery приходится писать, да, что-то вроде each, вот тут мы будем пропускать ID-шку, а тут уже будет сам элемент, вместо того, чтобы писать именно кошерные, map, reduce и так далее. Ну, так у нас error-функции, все такое, короче, jQuery, он оказался не forward-company был с нашими стандартами, но и черт с ним. И тут вы можете дальше сделать query all. Вы сможете ченить. К сожалению, DOM4 Polyfill, того же GeoMarch, не поддерживает вот этот ченнинг, это как бы главный, главный, главный фич-ап. То есть вот такой вот. Если вы не хипстер и вам не против написать лишний map, и хотите, чтобы было больше эксплицитно, то пожалуйста, да, use it add, а не jQuery. Ну и с перформансом тут все будет получше. Тут как бы другой вопрос. Когда нам нужно вручную писать DOM? Когда мы создаем веб-компоненты, то есть фреймворки какие-то независимые кастомные элементы, и там уже мы не можем юзать фреймворки, разумеется, да, потому что это соинтродюсит много депенденций. И мы там юзаем либо jQuery, который, возможно, у нас есть в депсах, а возможно, нет, или что-то такое. То есть в Vanilla.js у нее очередной rise, потому что всякие там мобильные сайты, да, там, где критичные килобайты. На самом деле не очень, но все же. И вот веб-компоненты. И они, в принципе, кодятся на Vanilla.js. Вот. Этот элемент, его мы легко можем экстендить. Да, то есть сделаем какой-то documentQuery all правильный селектор. Это будет . 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 Сделать собственный jQuery, это как бы с чего стоит начать. Такое вот. Еще. У jQuery есть такая особенность, если вы сделаете доллар какой-то селектор, а потом, скажем, add class, что-то тут. Он сделает implicitly for each. То же самое можно сделать и с проксами. То есть если у нас есть какая-то коллекция элементов, и тут у нас есть get, тут у нас есть ключ. Если этот ключ у нас в HTML, то мы можем заретернить эту функцию. Опять, тут гораздо больше будет чеков, да, но все же. Заретернить результат, да, else. Тут, не знаю, пусть будет map. L. Тут будет L, да. T. И тут наши аргументы. Аргументы. Входит вам jQuery. И там могут быть getter, setter, значения, которые ничего не возвращают. То есть тут нужно отхендрить все эти ченнинги и все такое, да, но я предвещаю, что это будет максимум строчек 150 кода. И вы можете, в принципе, ходить по дому. Чуть более приятнее, да. Про перформанс ничего не могу сказать, да. Прокси медленные, потому что их никто не юзает. Как только вы начнете их юзать, они станут быстрее. Такое вот. Да, то есть у нас нет, пожалуйста, где медленных фич. У нас есть просто фич, которые еще не оптимизировали по определенным причинам. Опять-таки, элементы закомментины, да, поэтому, возможно, их юзать не стоит. Или спросить там в IRC-шке о них. И еще что-то, да, какое там их будущее. Так, еще кастомные ивенты, да. Там это то, что, к сожалению, React не поддерживает особо. Да, но там мы просто передаем callback. А если мы пишем веб-компоненты, да, то мы именно работаем с кастомными ивентами. Да, то есть, так или иначе, у нас будет знание о том, что компонент нижнего уровня, какой должен ивент отправить, да, в компоненте верхнего уровня. А тут у нас будет callback. Так, ну, то есть, и то, и другое, в принципе. В принципе, нет. Так вот, у нас есть такой конструктор, new custom event. А тут у нас все тоже тип. А тут у нас опции, да, bubbles. Так, конселабл, да, это то, что есть у других ивентов. Вот тут еще есть detail. И там мы можем передать, в принципе, любое значение, да, которое не будет цириализироваться, да, внимание, не будет, и при помощи него, да, как-то вот писать наши компоненты. Опять-таки, new custom event, он так ее поддерживается, особенно в таком конструкторе, да, то есть, опять-таки, для этого нужен полифил для E, для E11 даже, и, по-моему, даже для Edge. Ну, опять-таки, без шимов тут никуда. Вот он, шикарственный ивент, и, то есть, без всяких там namespace и так далее, из коробки. Шикарственно. Раньше у нас было, в принципе, init event, вот это вот все, да, то есть, document create event. Вот так не надо писать с каким-то опциями, да. Допустим, был у нас init mouse event или еще что-то, и тут было примерно 12 опций с параметров через кому. Эта IP-шка из-заимствовала нас в Java, поэтому все так плохо. Короче, user-it конструкторы. А у нас есть new document, да, new text, который создает текстовую ноду. Document fragment, там вот это вот все. И new event тоже. И с шимами так можно писать. Вот. Про это мы, наверное, поговорили. Теперь, mutation event против mutation observer. Тоже довольно интересная штука. Когда юзать одно, когда другое. В принципе, ивенты вам не нужны никогда. Они уже выпиливаются из движков, да, потихоньку. Некоторые уже выпилились. Их была проблема в том, что они диспетчились синхронно. То есть большинство ивентов, да, у нас диспетчуются синхронно. Особенно те, которые user input. То есть если мы делаем document click, да, то это, допустим, какой-то element click, то оно пойдет синхронно. Если юзер делает click, то оно пойдет через event loop. Ну, то такое. Опишка у нас. Какое? New mutation observer. Да. Observer. А тут у нас будет какая-то функция, которая будет передаваться records. Будет с ними что-то делать. И тут мы можем сделать observe. Тут какая-то нода. здесь наши опции. Допустим, attributes. Attributes. Filter. Допустим. Это минус something. Они не нужны. Все. Тут была классная статейка. от Эдди Османи, который показывал undo и redo. Именно тут про всякие editable area. Тут как user с ними invitation observe. где еще это можно его делать, да? Помните, как в том же реакте вы будете делать не знаю анимацию удаления чего-то или перемещения или вот эти вот списки. Там для этого есть специальные опихи. Вот не надо их юзать, да? Они вообще там очень плохо спроектированы. Как и все в реакте, кроме рендера. Можно поставить веб-компонент, который будет трекать, что здесь удален был элемент любым фреймворком, который работает с virtual DOM, который не сетает вот прям innerHTML. То есть фактически с любым фреймворком, который забьетен за последние пять лет. И добавлять анимации при помощи именно обзервера. То есть на этом уровне следить за изменениями. почему так? Обзервер он делает микротаск. То есть вот этот колбэк с рекордами он будет вызван до того, как браузер будет что-то перерендеривать. И тут мы сможем поставить какие-то анимации классные или еще что-то. то есть вот кейс для этаких веб-компанет. Еще в этом рекорде есть там edit nodes, removed nodes и все такое. Там все те же node-листы. Вот поэтому их надо for off возможно не знаю поменять на арреи. то есть такой вот кейс для абзерверов. Те же undo-redu анимации какие-то какие-то списки, которые можно перетягивать элементы и так далее. И еще полифилы. Тот же полифил на кастом элементы. Мы просто ставим абзервер на на документ скажем root тут пишем child-list а тут subtree true и здесь тоже true и смотрим какие элементы добавляются в принципе и вызываем на них соответствующие колбейки если это зарегистрированный кастомный элемент и вообще полифил на любые другие свойства или атрибуты или элементы или еще что-то. Я не говорю здесь про браузер support в принципе все фичи которые я озвучил они отлично порефирятся кроме дата сета в принципе такое но митэйшн абзервер это я 11 плюс а до этого он делается через митэйшн events его преимущество в том что вы когда ставите абзервер да вы можете сказать что мол вот только эти штуки абзервер это только эти атрибуты и поэтому он быстрее по перформансу вот так сейчас будет про кастомные элементы и про shadow дом если я еще что-то не упомянуло вам интересно вы пишите в чат да я я про это расскажу так это астомные элементы в принципе это ключевая как бы фича наших грядущих стандартов они пошли из ангуляровских да из первого англера там были всякие подобные штуки забыл как они называются но все то есть это стандарт который вызван был как бы популярной фичой во фреймворке то есть зачастую такие стандарты долго живут вот вообще стандарты долго живут кроме тех случаев когда там они вызывают какие-то incompatibilities да или когда их не имплеметит хром да тогда их убирать так вот кастомные элементы это элементы с тегом да где есть минус да допустим тут какой-то main space тут тут что-то другое допустим hangout message как google показывали да что-то еще зачем это нужно в принципе чтобы сделать нашу разметку более читаемой да чтобы не было там див-див-див если вы не можете подобрать нужный элемент то вы можете взять кастомный добавить это семантики или нет то другой вопрос да но это значит прибавить еще такое у нас эти элементы они могут экстендить другие элементы да допустим article is hangout message это вот предпочтительный способ писать иначе у такого элемента да который сверху у него нет семантика минин а тут он берется из article и тут он допустим определяет scope всяких h1 и так далее вот смотрите веб-компоненты это это в принципе под этим подожревает четыре стандарта это html imports shadow DOM элементы еще что я элементы ну то есть что-то что-то вот это да в принципе ну да скажем скажем примерно одно и то же так вот старайтесь такие экстендить существующие элементы особенно если это какой-то button чтобы не иметь проблем с accessibility в кастом элементе что писать кучу area тегов если вы пишете там button is send message еще что-то или не знаю вам не придется ставить кучу area атрибутов и хендить там что-то кнопочка нажимается через пробел и не только через enter что-то табается тут табиндекс 0 все вот это поэтому старайтесь писать is чаще более того вы сможете вам будет проще реюзать те методы которые там уже есть такой вот пример кастомных элементов да помните покемонов и там у нас есть диалог который отображает атом рожай да какие-то статы покемонов допустим я делаю react да и это у меня функция render я не могу вот так взять и заюзать веб-компонент потому что у того синтаксис императивный по большей части опять-таки у него есть метод да скажем шоу-модел но в то же время у него есть open как getter или setter поэтому я буду extend диалог допустим из react ready и у него будет на парочку getter и setter а вроде opened или model допустим true или что там еще anchor допустим state как назовите Pokemon да то есть небольшой extension в 3 setter да позволит мне юзать веб-компоненты внутри реактора то есть смотрите они для того чтобы у нас было какой-то framework independent framework agnostic компоненты при этом которые очень хорошо играют с area атрибутами со скринеридерами и со всем таким скринеридерами поэтому юзать их не вместе точнее не вместо вашего фреймворка а вместе с ним и будет все хорошо опять-таки вот эти вот все getter и setter мы наверное сейчас попробуем что-то подобное написать так синтаксис для их регистрации раньше у нас был document create не register element и тут у нас был его название допустим проект вреди вообще не слишком крутое название но все же тут у нас был объект остается допустим dialogue и prototype объект create html dialogue элемент prototype струю вот extends dialogue и object create вот это вот они используются вместе то есть extends это для того чтобы заэкстендить semantical какой-то meaning attribute и всякое такое да а это именно чтобы методы там show model и так далее сейчас это дропнули да и теперь у нас есть custom elements define а здесь его так здесь class extends smell dialogue элемент здесь будет constructor нужно вызвать супер и другой boilerplate поэтому у нас существуют всякие библиотеки вроде полимера и так далее которые позволяют избежать вот этот boilerplate кода более того это сложно шимать допустим у нас есть нативная поддержка регистр элемент там где у нас есть created callback attached 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 callback и что там еще было attributes change в принципе все кавстанные элементы у них не так не такой большой IP created attached detached attribute changed все сейчас же у нас вместо created callback конструктор и что если я вот внутри этого прототипа у которого есть created callback мне нужно вызвать вот этот конструктор вот так это класс мне нужно вызвать с конкретным здесь если я буду пытаться вот это шибать понимаете проблему я так сделать не могу в принципе там я получу exception в принципе могу поиграться с парксами но это хост объекты я все равно получу культу фигню поэтому это либо транспайлить к сожалению либо писать какую-то обертку над ними более того у нас тут есть третий параметр и тут он нужен только пока что до extends я не понимаю зачем его сюда писать у нас будет extends диалог зачастую это и это одно и то же поэтому я рекомендую либо взять полимер чтобы про это не думать либо написать какую-то свою тонкую обертку которая будет делать либо это либо вот это либо использовать шин то есть вот такой вот стоит кастом элементов у нас есть два опи которые плохо заместимы друг с другом и тут еще методы переименовали то есть это будет change callback он остался но здесь мы можем сейчас скину на него в спеку мы можем указать какие атрибуты изменения таких атрибутов нам интересно тут доминик ее пишут на видите у нас есть connected и disconnected и тут да у нас есть observed attributes и только их только они будут приходить в атрибут changed callback поэтому это классно раньше их не было да и мы добавляли чуть немножко фильтрации в атрибут changed теперь мы это можем делать короче вот это рекомендую почитать хотя бы примеры вот к сожалению у нас нет пока рабочего шима который позволит это делать тут в сайте все и так какие здесь есть консерны старайтесь не делать никакую логику в конструкторе то есть когда вызван конструктор это значит что парсер встретил кастомный элемент в куске html он не обязательно и он был зарегистрирован уже и поэтому он вызывает конструктор но не факт что у этого элемента уже определились children поэтому здесь осторожно старайтесь много логики в конструкторе не писать не полагаться там на то что у элемента есть родитель и не полагаться на то что у него там есть дети поэтому большинство логики нужно выносить в connected callback вот уже здесь он был добавлен в дом у него как бы есть parent тут уже можно ставить listener и все такое и в disconnected callback лучше эти listener убирать особенно если вы кстати не на самом элементе а на документ или что-то еще если вы вдруг такое делаете ну то есть вот в том же стандарте есть гайдлайны как использовать конструктор если здесь полистать такое теперь также у нас есть shadow дом сейчас я расскажу как вообще у нас веб компонент выглядит у нас есть какой-то link real import а который указывает на компонент html в этом компонент html у нас есть какой-то template as html каким-то есть link real stalk sheet куда-то там есть скрипт или скрипт прям здесь либо какой-то внешний то есть это не значит что мы должны прям обязательно писать все в одном файле ни в коем случае то есть у нас тут есть гибкость но то что template у нас юзается это точно видите теперь link он разрешен здесь и тут мы берем на документ current script ищем там около него template что-то там делаем и так далее смотрите я покажу сейчас что такое shadow дом вообще это в принципе очень продвинутый способ инкапсулировать внутри компонента на логику и стили в принципе у нас есть сейчас всякие там бемы другие решения да но вот это вот будущее все что внутри этого стелл счета это локальные селекторы которые будут работать только внутри shadow дома вот только лин должен быть наверное здесь давайте глянем на такой пример вот тут да у нас есть то что будет в shadow дом создали дивку сделали attach shadow да раньше было create shadow root и друг ip mode closed mode open да можно ли не знаю получать ли access к shadow root из других элементов да то есть для дебагинга наверное mode opened да вообще mode closed вскоре там будут возможно какие-то другие сеттинги да и вот эти вот стили они только для этого прогресса потому что они внутри shadow рута и также у нас есть слоты которые позволяют делать композишн между двумя деревьями да то есть shadow и не shadow да то есть тут про это вы можете почитать до слотов это называлось контент и были еще shadow person селекторы вот это вот сюда то есть когда вы могли стилизовать сами компоненты извне но сейчас нет то есть так выглядит темплейт от того же компонента и вместе с реальными данными оно вот так раскладывается сейчас это заимплементено в десятом сафари вот это вот опиха это идея в принципе чуваков из apple раньше у нас был контент контент селектор да и там там чуть-чуть сложнее была злойка да тут они ее ограничили то есть мы можем стилизовать и хостовый элемент то есть на котором создается shadow root да там хост контекст вот это вот все стилизовать хостовый элемент в зависимости от каких-то не знаю парентов и так далее то есть рекомендую про это почитать и еще есть в самом стандарте в конце пример вот думаю extension давайте поднимем example у нас есть какой-то виджет вот и мы хотим отделить вот списки да от контента поэтому ну еще и заскопать стили поэтому мы можем засетать засетать слоты добавить shadow root добавить туда стили тут конечно это все выглядит очень очень криво чем мы это делаем в темплейте но тут фишка прежде всего в том что у нас скопаются стили и они не будут переходить если у нас внутри компонента будут еще какие-то то есть полные инкапсуляции и извне их тоже нельзя будет как-то поменять поэтому это подход кроме того момента что стили не будут работать без JS разумеется поэтому тоже идти на этот примерчик грубо говоря в темплейте компонента мы дефайним слоты а в самой дейтах просто пишем что на кейс слоты ставится и и все не знаю будет ли поэтому домашнее задание я поговорю наверное с другими кончами просто ознакомьтесь с примерами можно еще статейки почитать на html файф синтаксис синтаксис да странно видимо hangout на век компонентах написан так вот это было продом если у вас какие-то есть вопросы вы их оставляйте да и я вам в скором времени дам домашнее задание такое вот и на этом наверное наверное все короче почитайте примерчики да и все будет ок